Алина Ваучейская Буквально в трех метрах от подъезда расположился канализационный люк. Его глубина почти три метра. И мало того, что здесь постоянно застревают машины, так еще и в непосредственной близости от люка располагается детская площадка, на которой, естественно, играют дети. Никто не может гарантировать, что их игра не закончится трагически. Екатерина Зинаидова своих детей уже боится выпускать на улицу. Вокруг канализационного люка, который расположен в нескольких метрах от дома и детской площадки, нет ни ограждений, ни предупредительных знаков. Ну, расскажите нам, пожалуйста, как вы вот здесь живете, как ребенка выпускать и гулять? Вот страшно выпускать, потому что колодцы открыты. Никто ничего не делает, не закрывает их. Это редко очень кто-нибудь закроет. Но они постоянно открыты. Ну, не знаю, как зимой будем. А когда-то обращались уже? Обращались. Люки в районе улицы Южной появились этим летом. И, как ни странно, установили их с благими намерениями. В деревянные двухэтажки решили провести централизованную канализацию. Сначала рабочие выкорчевали бетонные плиты, которые служили жильцам тротуара. Затем установили непосредственно люки. На этом работа прекратилась. На сегодняшний момент эти работы прекращены. Я так поняла, что у нас техника уехала, и работы завершены. Но люки остались незакрытыми. И очень часто жильцы нашего дома, и мы тоже не раз обращались к рабочим, чтобы они закрыли люки. Люки, конечно, закрывали, но через день-два отверстия, предназначенные для канализации, снова оказывались открытыми. Чтобы узнать, почему около жилого дома продолжают находиться такие небезопасные соседи, мы связались с Укоргазом, организацией, которая занимается прокладкой системы канализации в этом районе. Включаем телефон и громкую связь, чтобы было всем слышно. Соединение установлено, пожалуйста. Алло. Алло, Сергей Викентьевич, здравствуйте еще раз. Телеканал «Север» беспокоит. Меня зовут Алина. Я вот по поводу вопроса по улице Южной установили канализационные люки, но крышки на них не закрыты. Вы как-то можете прокомментировать эту ситуацию? Хорошо, сейчас разберемся, прокомментироваться тут нечего, люк-то, наверняка стояла крышка, может, сняли. Сейчас посмотрим, разберемся. Руководство Укоргаза пообещало разобраться в недоразумении, правда, сроки не уточнили. А пока жители Южной продолжают рисковать своим здоровьем и нервами. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!